Всем привет, ребята! У нас понедилок, понедельник, прекрасный день, прекрасная погода, выходной, праздник. Кстати, я так и не поняла, он был в воскресенье или сегодня? Сегодня. Ну, в общем, всех, кто отмечает с праздничком вас, всего вам самого хорошего. Главное это здоровье, будет здоровье, будет всё. Вот, хотели с вами поговорить о такой теме. К нашей знакомой в январе приезжала дочка, к нашей бывшей знакомой, не будем углубляться в подробности, имён и так далее. Приезжала дочка, она хотела оформляться как беженка. Приехала она к маме, получается, и остановилась у неё. Она живёт в квартире, на первом этаже живёт хозяин этой квартиры, но он как бы, у него полностью этот дом, он его, он принадлежит полностью ему этот дом, целый дом. Вот. Этажное здание, да. Да, и как бы она вот сообщила, что ко мне приезжает дочка, и можно ли её прописать у меня, пока она там не пройдёт все этапы оформления. Он же сказал, да, конечно, без проблем. А на следующий день пришёл и говорит, он цыганский барон. На следующий день приходит и говорит, 200 евро за месяц нужно заплатить. Двести. Двести. Двести евро. Двести евро платите мне, только так я могу вас оставить здесь, точнее, вашу ручку. Да. Ну, они, конечно же, согласились, потому что, ну, куда я был одеваться, наш город был на тот момент уже закрыт для принятия беженцев. Земля открыта, а именно конкретно наш город закрыт. Вот, и пока они там разбирались, как правильно всё оформить по документам, чтобы она могла получить параграф 24, им просто пришлось согласиться. Вот, оплатили они один месяц, он прописал, всё нормально. Второй месяц уже договорились, ну, объяснили, что реально сейчас получает пособие только одна мама, и договорились сделать хоть какую-то скидку в размере 50 евро. То есть, 150 евро в месяц они платили. Вот, ну, это, конечно, жесть, да? Да, да, я до сих пор нахожусь в шоке, типа, уже после того, как даже она прописалась, он требовал всё равно, типа, денег. Настя, а что ты шатаешь? Не знаю, не армитически уже буду писать, не голова, а уже ноги. Они предлагали, давайте всё сделаем так, через центр занятости, ну, что... Может, они вам будут как-то выплачивать деньги за мою дочку, за то, что она тут прописана, как бы, пользуются там услугами и так далее. Услугами, ну, я имею в виду водой, светом и так далее, ну, вы поняли. А он говорит, типа, нет. Он говорил нет, потому что он знал, что это он для себя хочет такой... Конечно, ему выгоднее. Пока там дадут добро прописать, не дадут и так далее. Ему выгоднее, сейчас ему просто в руки дали, то и всё. Вообще, насколько я знаю, что-то... Так она сколько ходила. Незаконно. Вот эта знакомая кому не подходила, там даже знакомым волонтерам, типа, они говорили, типа, как это было невозможно? Почему он требует... Ну, вообще, социала, женщина-переводчик русскоговорящая, она сама с Риги, она говорила, что... Это на усмотрение хозяина. Как он решит, боже, как он решит, так и будет. Ну, чисто обдираловка какая-то получается. Они польские цыгане. Мы с ними лично общались на ломаном польском. Интересные дети. А потом, случайным образом, у неё получилось зарегистрироваться в нашем городе. Вообще, это реально тоже, вообще, чисто было случайно. Да. Всё было закрыто, но она просто открыла ручку двери, и дверь открылась. Хотя бы написано было, что всё, типа, стоп. Ну, её зарегистрировали, и ей центр занятости дал добро искать квартиру в нашем городе. Насколько я знаю, она уже нашла, хотя она обращалась ко мне, чтобы я ей помогла найти квартиру. Я ей нашла очень много вариантов. Ну, у неё там есть свои обстоятельства, где ей нужно подстроиться, где ей нужна квартира. Да, но я уже знаю, что она уже там живёт, что она уже переехала. Просто, ребята, напишите, имею ли право владелец квартиры брать деньги вот так вот напрямую, из рук в руки, то есть без всякой документации, без всякого подтверждения, что он там получает эти деньги. Так мы были свидетелями, как он пришёл, ты говорила им или нет? А, да, расскажи, хочешь там было? Да, ну что, пришли к ней гости, что-то, я тогда помню, с телефоном, с сим-картой что-то разбираться. Ну да, она как обычно попросила. Ну, как обычно, ни в чём не отказывали в то время, но не суть. И мы как бы не ожидали, что к ней придут гости, думали, какие-то гости, она говорит, всё, тихо, кто-то идёт. Понимается же, что-то баронный с такой наряженный, там, в ручки выгладил, потом, что-то у него петчачок. Что? Ну, что-то. Не, ничего, что-то. Ничего. Кольцем стучит, типа, заходит такой весь важный. И он сюда, вот, знаете, так, мало слов, хоть он даже не в немецком, но кольцем говорит, мало слов. Но было всё понятно. Показывает ей, когда у него так рукой. А она уже отдала на тот момент. Вот так стык при нём, говорит, когда дам. Отдала его жене. Она объясняет, я уже отдала сегодня утром твоей жене, а он не понимает. Но он не знал. Он не знал, он то ли с работы пришёл, а жена не сказала, что это жена. Да они где-нибудь там, они не работают, мне кажется. Эта жена там дома постояла. И не дома. А он такой пытал-пытал, потом до него дошло всё-таки. Он понял, что, типа, мы отдали, ну, они отдали, пришли, жене его. Но меня до сих пор это смущает. Не то, что смущает, мне было смешно, как он вот это показывал, типа. А я пришёл, давай мне, где, где, в сегодняшний же этот день. Почему ему не сказала жена, что они отдали деньги? Я не знаю, почему. Это очень-очень всё странно для меня до сих пор. Потому что я же говорю, без всяких документов. Для меня странно, что сейчас просто кучу бутылок стеклянных выкидывают в мусорку, которая просто на улице стоит, они в определённое место для стекла. Собрали пакет от Монолинга где-то, выкину другому в месяц. Так что, да, ребята, напишите, нам реально интересно, имел ли он право так делать. Да, женщина, во-первых, социалкой была связана, у него же центр. Ну, а ему-то по барабану, и какая разница, либо заплатили. Она до того, как у неё прописки не было, ну, не было прописки, он до этого просил деньги. И после того, даже когда у него уже была прописка, и он просил деньги. Да, ну, он же прописал её. Ну, я же говорила, да. Ну, понятно же, прописал, что так же так он просил деньги. Они отдавали, как я помню, ни один, ни два месяца, там, три-четыре месяца по-любому. Да нет, ну, три где-то. Три, да, не больше. Сколько, я не знаю, двести или сколько они давали. Ну, сначала двести, а потом он... Скидку сделал. Ну, там другая, он же склятный, когда не упадет, рассказывает. Смешно. Короче, я вообще в шоке до сих пор нахожусь. Не знаю, я бы, наверное, убегала бы, как бы там не было, без той прописки что-то придумала бы. Ну, да. Способия, неработающий человек, как может выделить деньги. Ты же понимаешь, какой ситуации человек убежал, вот, в какой ситуации. Просто так, или первые дни, давайте. Видимо, цыгане они такие. Ну, да. Не знаю, как бы поступили немцы в этой ситуации, но цыгане себя показали нормально. Нормально. По ним было видно. Да-да, мы же тоже тогда, когда первый раз помогали оформить эту квартиру на эту женщину, мы же тоже приходили с ней, я нашла это объявление, мы поехали. И она, его жена тоже, сначала, когда нас увидела, что мы, типа, не говорим по-немецки, начала, типа, кричать, типа, нет, давайте мне только того, кто по-немецки. Вот, а потом уже на второй раз, когда мы пришли там подписывать договор, тоже они нас к себе позвали. Сели мы за их огромный круглый стол, воду всем показательно так наливала дочка, они там просто все вместе живут, там дочка, ее муж, куча маленьких детей, потом он, она, еще там какая-то, наверное, дочка вторая, короче, там целый табор. Ну да, вот это юбки, вот этот стиль, ну, короче. Все это так показательно, типа, каждому по бутылочке воды стеклянной. Классовые красные, все столы, все стулья в золоте, типа, все в золоте, всякие там украшения, все в цветах пластмассовых. Она так показывает, типа, да? Показывала вот так вот. Да, она там крутилась, перед нами еще пластмассовые цветочки. На самом деле она очень, кстати, агрессивная женщина. Он более спокойный, но она прям агрессивная. Пряники. Да, с кипенки. Ой, тут вспомни, это смешно реально. Смешно это то, что мы в это вечно куда-то влазили. Да, влазили. Своей, блин, помощью. Такая вот, ребятки, история, я не знаю. Как вы считаете, или знаете, должно быть такое или нет? Мне кажется, что это все... Ветер такой сумасшедший. Бред и не должно так быть, на самом деле. И ветер вообще, ну все, это уже не знаю. Ой, будем топать домой. Сейчас прогулялись, погода была хорошая. Хотя, вижу, дети вообще в футболках ходят. Ну, прохладно. Сегодня погода-то хорошая, но сейчас уже становится прохладненько. Сейчас уже 6 часов вечера. А мы вышли в 3, пока погуляли, пока пасем. Такое, короче. Будем уже идти до дому, да? Немецкий нужно там делать, пересмотреть, повторить. Завтра уже после курсов пойдем купим тетрадку. Кто был на стриме, тот знает, что она все-таки нам единственным в классе разрешила одну на твоих эту тетрадку письменную. Для, ну, для занятий письменных. Как-то так. А я никого не разрешала. Такое. Уснули сегодня в 3 часа. Сейчас вообще, ну, я вообще не выспалась. Ну, ничего, сейчас выспалась. Такое состояние какое-то непонятное. Вот так вот, ребятки. Вам всем хорошей трудовой недели. Да? Да. Настя, что-то пожелай. Все, ребята, до скорых встреч. Желаю вам удачной, удачной просто недели. Чтоб вот так работаешь, вас слегка. Все просто было щики-пуки. И все, наверное, щики-пуки. И напишите, ребята, 1 июня в Германии есть праздник? У нас это праздник детей. А у вас? Все, ждем ваши комментарии, лайки и подписки. Всем пока.